Развитие территорий и государств во многом зависит от сохранения этнокультурного наследия, народных художественных промыслов, распространенных в городах и селах. Недаром говорят, народные промыслы – лицо нации. Я занимаюсь поташным делом. Это древняя наука, которая в современное время называется маловарение. В городе Севастополе, еще в довоенное время, было такое известное на всю Россию мыло Килл. Это мыло с голубой глиной. Поэтому то, что в городе Севастополе производят мыло, это наши севастопольские традиции. В Севастополе есть народные промыслы, есть люди, которые своими руками делают совершенно потрясающие вещи. Это и изделия гончарного ремесла, и из кожи, и разные бисероплетения, и коклюшки. То есть такой огромный спектр. И наша задача, то есть создание вот этой комиссии по народным промыслам, она позволит показать, что, во-первых, у нас есть ремесленники в городе, поддержать их. И не просто продажа тех товаров, которые они делают, а основная задача – это образование. Инициативная группа ремесленников обратилась с просьбой организовать обучающие ярмарки. На мастер-классах можно научиться и усовершенствовать знания. Такая форма работы приемлема для людей пенсионного возраста и просто необходима людям с ограничениями по здоровью. На домный труд для ребят с инвалидностью – возможность получить профориентационное образование, а далее – путевку в жизнь. Мы дадим посыл правительству для того, чтобы… Действительно, это та проблема, которой сегодня нужно заниматься. И, конечно же, люди будут обращаться, сомнений нет. Мы создадим все условия для того, чтобы организовать отдельную ярмарку, ярмарку вот такого вот замечательного народного творчества. Вот то, что я увидел, это потрясающе. Понимаете, это нужно показывать, это нужно популяризировать. И тем более дать возможность людям производить и что-то продавать для поддержания своих семей. В планах ремесленников открыть музей народных промыслов, где экспозиция периодически будет пополняться изделиями умельцев из других регионов. Также депутаты законодательного собрания предложили создать профессиональный союз севастопольских левшей.